Если вам нравятся четкие графичные макияжи, то это видео вам 100% понравится, потому что сегодня я вам расскажу, как очень сильно упростить макияж по технике cut crease. Я точно не уверена, как это переводится на русский язык, потому что эту технику ни разу не встречала у наших каких-то визажистов, чтобы они как-то ее по-особому называли. На западе это называется cut crease, ну то есть это какой-то прорезной, прорезная складка века, или как-то так, наверное, я бы перевела. То есть это очень четкая такая граница между тушевкой на неподвижном веке и тенями, которые нанесены на подвижное веко. Вы наверняка уже очень много раз встречали и в инстаграм такие макияжи, и у каких-то других, возможно, блогеров вы это видели. У визажистов эта техника очень популярна, потому что действительно именно в такой технике макияж получается какой-то по-особенному красивый, по-особенному интересный, и в зависимости от сочетания оттенков можно сделать вообще очень классный макияж. Так вот, изначально, когда я училась на визажиста, нас учили делать его в карандашной технике, и такого рода макияж назывался уголок. То есть с помощью карандаша изначально строилась форма такого уголка, и потом это все растушевывалось, все делалось очень аккуратно для того, чтобы не залезть куда-то там лишний раз, не испортить вот эту именно четкую границу. И я вот именно так на протяжении многих лет и делала, но сейчас на самом деле существует отличный способ, ну, наверняка он существовал и раньше, этот способ, но я о нем узнала буквально недавно, наверное, и поэтому спешу им поделиться с вами. И для того, чтобы нам сделать вот этот очень четкий переход, достаточно иметь всего лишь какую-то кисть для консилера, а также сам консилер. И изначально макияж исполняется абсолютно обычным образом, то есть вы тушуете тени, делаете красивую тушевку, делаете в складке там более темный оттенок, чем выше, тем больше поднимаетесь, там делаете светлее. Ну, то есть классическую делаете тушевку, которая абсолютно ничем не отличается от совершенно банального макияжа. Дальше, что вам нужно сделать, это взять вот такую вот кисть, кисть подбираете ту, которая вам будет просто удобно это делать. Набираете немножко консилера на эту кисть и убедитесь в том, что консилер действительно распределен хорошо по кисти, то есть нет где-то участка, где наляпано слишком много. В идеале вы наносите немножко консилера на кисть и позже приглаживаете этот консилер по кисти, для того, чтобы он равномерно распределился очень тоненькой такой вот пленочкой. Дальше, после этого, с помощью этого консилера вы вырезаете эту форму на подвижном веке, которую вам нужно. Делается это тоже достаточно аккуратно, но в то же время, если где-то какие-то недочеты, их очень легко исправить, потому что вы будете проходиться. Сначала советую вам проходиться ближе к росту ресниц и потом постепенно подниматься-подниматься выше к складке. И когда вы уже дойдете именно до складки, там уже достаточно четко у вас должна получиться линия, которую можно потом вот с ребрышком вот буквально кисти чуть-чуть подправить и до совершенства просто довести. И после того, как вы это сделали, все, что вам останется, это всего лишь закрепить консилер с помощью теней. Вы выбираете любой, в принципе, оттенок теней. Я выбираю зачастую какой-то светлый и просто закрепляю консилер как пудру. После этого можно нанести какой-то другой цвет. Это уже зависит от вашей фантазии, от того, какой макияж вы делаете. Но принцип, я думаю, вы понимаете. То есть все, что нужно сделать, это просто с помощью консилера вырезать ту форму, которая вам нужна. И эта техника, кстати, касается не только вот такого прорезного макияжа, да, в складке. То есть вы можете консилером работать, грубо говоря, как ластиком. То есть вытирать тени, где вам не нужно, делать какие-то прорези, делать какие-то вообще нестандартные формы. И это реально работает. То есть в зависимости от того, какую вы кисть берете, можно взять очень тоненькую, там, какую-то маленькую кисть по типу кисти для подводки. И вырезать множество вот таких вот, сделать прорезей. И сделать такой, как, я не знаю, как реснички, да, даже тенями сделать. То есть все зависит сугубо от вашей фантазии. Что касается именно такого прорезного макияжа, то если вам кажется, что недостаточно еще четкая граница между двумя оттенками, вы, конечно же, можете потом взять очень маленькую, деликатную кисточку и пройтись по границе, например, какими-то темными тенями. Тени создадут более мягкий эффект. Если вы хотите прям уж совсем такой четкий, то тогда советую вам взять какую-то жидкую подводку или подводку кейк. Лучше всего, конечно, работает в этой технике подводка кейк, потому что у нее есть еще какое-то время, когда ее можно тушевать. И тогда получается просто невероятно четкая линия, которая в то же время уходит в такой вот градиент тушевки. Ну вот, по большому счету и все. Очень надеюсь, что эту технику вы испробуете. И обязательно поделитесь в комментариях, как она вам понравилась или нет, какие у вас впечатления. Может быть, у вас есть какие-то свои дополнительные секреты по поводу использования этой техники или, может быть, какой-то другой. Мне очень интересно будет узнать. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Пока!